Это был и деловой, и одновременно дружеский визит. Делегации представителей агропромышленного комплекса Пензенской области, специалисты дилерских центров, фермеры, ученые и сотрудники регионального министерства сельского хозяйства побывали на Петербургском тракторном заводе – дочернем предприятии Кировского завода. Более полувека здесь выпускают уникальные энергонасыщенные тракторы под маркой «Кировец». Без них уже невозможно сейчас представить российский аграрный сектор. Пензенцам показали только что сошедший с конвейера серийный К744 с немецким двигателем «Мерседес». Мы выпускаем трактора с тремя типами двигателей – Ярославского моторного завода, Тутаевского моторного завода и двигатель «Мерседес». Какой нужен двигатель, какой нужен трактор, какого исполнения, исходя из этого люди формируют заказ. Рядом с серийным Кировцем стояла экспериментальная модель. В машине предстоит пройти проверку в полевых условиях. Для этого ее отправят в Ростовскую область, на Северокавказскую испытательную станцию. Необходимо выяснить, насколько машина соответствует тем или иным техническим параметрам, насколько надежны ее механизмы. Чем особенен именно этот образец трактора? Мы его сделали под постановлением 9602 нашего правительства по требованию Stage 3A по экологическим требованиям. Мало того, что установлен новый двигатель, поставленный нашими коллегами Ярославским моторным заводом, он уже с системой Common Rail, электронного вкрыска топлива, ну и соответственно, соответствует этим требованиям Stage 3A. Он еще более высокомышленностного ряда. Это с точки зрения импортозамещения. Тема импортозамещения в ходе диалога гостей и хозяев поднималась не раз. Несомненно, Кировец изменился. Но как? Наших аграриев интересовало, как модернизируется трактор. Улучшилась ли работа агрегатов и узлов машины. Модернизировали гидросистему трактора. Прибери ее в баранице, которые позволяют агрегатировать трактор с абсолютно всеми современной Северокосородинами. Северками точно высева, в том числе и с самыми мощными северками, которые производятся по трактору данного тягового класса. Изменили дизайн интерьера, изменили кабину, изменили разные системы обслуживания машин, которые позволили обслуживать достаточно быстро и угодно. Добились очень хорошей шумоизоляции. 79 дБ в кабине – это примерно автомобильный стандарт. За последние годы на российских и в том числе полях Сурского края значительно прибавилось сельхозтехники и, конечно, тракторов иностранного производства. Повышение валютного курса заставило российских фермеров обратить пристальное внимание на отечественные аналоги. Что в итоге лучше? Мы говорим о том, что наша машина, а, более простая, б, дешевая, с, при выполнении тех же самых функциональных операций, мы гарантируем более быстрое сервисное производство. На Кировском дорожат традициями качества. Поэтому посещение музея истории и техники для любой делегации – обязательная часть программы. На экспозициях макеты и модели, выпускавшихся десятилетия и столетий назад. А 90 лет назад здесь впервые в нашей стране было освоено производство трактора «Фордзон» «Путиловец». Одна из таких машин сейчас находится в тракторном цеху завода. Она – наглядная память о прошлом. А в 1962 году конструкторы спроектировали «Кировец». Рекорд был поставлен в 1987 году, когда с конвейера сошло 23 тысячи машин. Представляете, это где-то порядка, больше 2,5 тысяч в месяц мы делали машин вот такого класса. И, естественно, для того, чтобы выполнять такие большие объемы по изготовлению продукции, завод надо везде изменять. Поэтому в 70-х годах начинается массовое переоружение нашего завода. Увеличиваются цеха, увеличивается прокатный стан, магнализируется мартеновское производство. Тракторный конвейер увеличивается в разы, строится новый корпус. Естественно, с цеха, которые участвуют в операции по мехообработке, первообработке, всевозможной обработке изделий, они тоже усовершенствуются и переналаживаются на новый лад. Члены пеннинской делегации получили возможность своими глазами увидеть работу цехов тракторного завода. То, что здесь произошло за последние два года, многие называют реформой. Сократилось время сборки машин и уменьшилось число задействованного в сборочном процессе оборудования. Поменялось отношение к делу потребителям продукции. Производительность труда в разных цехах выросла от 30 до 70%. Мы сегодня выпускаем порядка шести тракторов в смену рабочую, сельскохозяйственную. И порядка двух единиц промышленных машин выпускаем в смену. Вот в мае месяце состоит задача произвести 144 машины. Они, в принципе, все законтрактованы, проданы. Мы уже знаем параметры и на июнь, и на июль, и на август. То есть добились стабильного сбыта, стабильного производственного процесса. Каждый рабочий день в 9 часов утра в этом помещении проходит производственная планерка с участием руководителей структурных подразделений завода. Озвучиваются проблемы, определяется стратегия их решений. Каждый начальник цеха докладывает эту ситуацию. В течение 30-35 минут какое-то такое совещание. Если по таблице посмотреть год назад, из 100 тракторов на 41 приходила рекламация, то в этом году всего только на 17 приходит рекламация. И то она происходит уже на 600-700 площадь часов. В среднем получается трактор отрабатывает порядком где-то полгода без единого нарекания. На заводе усовершенствована система контроля качества, в которой задействованы и эта реальность весь коллектив. От уборщицы до директора. Главный принцип – у брака есть имя. Любой сотрудник завода, проходя мимо и видя, что не прикручен шланг, ни там ланка находится, имеет право остановиться, указать на данную деталь. Следом идет по цепочке информация. Находится нарушитель, потому что каждая цепочка в заводе отслеживается, кто прохнился. Первое предупреждение идет нарушителем. Второе идет наказание денежным средствам. И третье идет увольнение. То есть те работники, которые раньше забивали болты и кувалты, на заводе сейчас не работают. Разговор о нововведениях на заводе продолжился на совещании. Так случилось, что перемены в производственном цикле начались задолго до событий минувшего года, когда Россия оказалась в кольце экономических санкций. Поэтому, когда стоимость импортной сельхозтехники выросла в разы, кировчане уже были готовы представить модернизированный трактор, во многом не уступающий с океанским аналогом. У них были очень большие вопросы с качеством продукта. Мы взялись, с учительного товара, с посетителем команды всей, начали заниматься развитием предприятия. Если такого рода заводы не гибнуть, то в России ничего не останется, ни истории, ни будущего. Поэтому, по большому счету, у нас своя линия фронта. У нас появляется прямая связь между вами и нами. Если у нас существует прослойка какого-нибудь торгового дома, то теряется связь Дирьевский центр, Сережный центр и непосредственно наш Кировский завод. В этой ситуации начинает теряться качество, начинаются ухудшаться показатели, потому что прямого контакта нет. Мы воссоздали и создали серьезную, достаточно обширную по штату, по своим полномочиям, коррективную Сережную структуру. Задача, которая перед ними стоит, это дневный срок на реакцию с проблемой, по устранению проблем, которые возникли в эксплуатации. Специалисты наши выезжают непосредственно как в Дирьевские центры, так и непосредственно в хозяйстве, когда тому требует обстановка. Еще ни одного случая у нас не было. Работала, как говорится, с 2013 года мы восстановили службу. Отказа нашей середины службы и отписки, что ребята, ну сделайте сами как-нибудь, обратитесь туда. Это могут подтвердить и дилеры. Всегда на связи, всегда выезжаем. Надо будет в течение одного дня принимать решение по командировке сотрудника, даже на трактора, которые у нас вышли после гарантии. Существуют и такие ситуации. Такие ситуации были у нас и в Белгородской области, и в Воронежской области, и в Солгоградской области. То есть, несмотря на то, что трактора за гарантийный, завод никогда не оставит вас в стороне. Теперь каждый из участников пенинской делегации, побывавший на заводе, может сказать, я знаю, кто и как собирает кировцы. По ходу знакомства с работой главного конвейера, можно было получить комментарии бригадиров и начальников участка, высказать свои пожелания. Кабина разработана в 2002 году немецкими конструкторами. Раньше она была промышленной. Вот вы видите, стекла, они в резиновый уплотнитель вставляли. Здесь окна, стекла клеенные. Кондиционер стоит. Вот сейчас мы внедрили красивый шумоизолирующий пол. Водителю будет, во-первых, теплее, во-вторых, менее шумно. Что здесь еще интересного в кабине? Есть дополнительные... Сейчас планируем поставить подрессоренное сидение. По отоплению кабина теплая, хоть она и стеклянная, но теплая. Стоит дополнительный отопитель, помимо кондиционера. Омыватели стекол, щетки. Ну а так больше ничего интересного. Ехать, ездить на тракторе, я вам скажу. Вот лично мое ощущение, ездить легче, чем на Мерседесе. Я вам скажу. Обзорность. Высоко сидишь. Светло, тепло и мухи не кусает. И все боятся. Завод делает выводы, изменяет конструкцию. Как вы думаете? Как вы думаете? Я прав, всегда. Вы, знаете, мы делаем выводы соответствующие. На совещании, о котором мы уже упоминали, об этой теме представители завода говорили более подробно. Любое начинание, которое вводит завод по изменению качества в лучшую сторону, появляется только с отрицательной стороны, которая была раньше. Ну, насосы акциальные прочневые выходили. Откуда узнали? Из эксплуатации знали. Как получили информацию, пошла работа. Следующее движение. Гидробак завоздушивался. Откуда появился? Появилась информация с мест эксплуатации. Навеска не устраивала, не могли зацепить импортное сельхозорудие. Опять все с эксплуатацией. То есть, получая информацию от эксплуатации, мы и совершенствовали качество нашего трактора. Трактор хороший. Не потому, что я работник кировского завода, а потому, что действительно он стал лучше. Вы можете, приобретая трактор, спокойно работать 3-4 месяца. Это средний. После чего, возможно, я не говорю, что он сломается, возможно, возможно, что в ваш трактор попал один из 17, у которых отказал амортизатор, либо перегорела лампочка. Крупных отказов как таковой не бывает. Техники главная долговечность, техники важна работа. В ходе общения с представителями администрации завода пеннинсы проявили большой интерес как новым введением на предприятии, так и самой технике. В свою очередь, хозяева не раз отмечали как тему качества, так и вопрос цены. Благодаря федеральным субсидиям сельхозтоваропроизводители могут приобретать технику с 15-процентной скидкой. Сколько времени пройдет после 100-процентной оплаты за трактор и доставки в хозяйство? Так сказать, подарок не в очередь. Кировец, Пензенская область отгрузит. Я вообще не вернусь. За наши деньги. За наши деньги. Конечно, дилерами за деньги. Проблема сегодня по срокам, она реально существует. Я почему-то говорю, я не люблю врать. Вот она реально. Мы постараемся сделать все возможное. Просто какая машина? С Мерседесом? Нет, стутается. Вот стутаем. Проблема не в тракторе. Проблема в том, что двигателей нужно количество от них получить. Постараемся. Все, что можно сделать, мы постараемся сделать. Но вы на заметку возьмете. Конечно. Конечно. От руководства и от нас просьба изыскать какие-то возможности и организовать при Академии класс специализированный именно по изучению не только конструкции, но и по обслуживанию этих тракторов. Где могли бы проводить и мы занятия со всеми, да, инженер-технической адрой. И при необходимости могли бы и дилерский центр, и там сервисный центр там проводить занятия. Вот здесь, я думаю, пойдем навстречу обязательно. Вот. Вот по, там, возможно, ремонту класса, да, там, организация его полностью тоже готова в этом вопросе поучаствовать. То, что касается самой машины, то здесь надо с дилером прорабатывать вопрос, чтобы машина была оборотная. Машина, да, но машину могли бы взять, там, на временные... Да, вот обороты на какие-то, вот, к примеру, как у нас с... С Курском. С Курском, с... Вот, с Петербургской, с Ленинградской, да, с Ленинградской, да, с Ленинградской академии. Там это говорит, что у них есть учебный процесс, и в учебном процессе есть какое-то там время, ну, там, не знаю, там, допустим, с 1 до 15 апреля, когда им нужна машина. Вот мы на это время машину не выдаем. На ответственность на хранение мы... Да, да, ну, то есть, чтобы она не весь год стояла, да, вот, в каком-то время в учебном процессе. А сам класс, как бы, да. С каждым годом, в последнее время, техниками приобретают на этом заводе все больше. Люди сюда приехали раз. Независимо от того, что сейчас идет посевная, еще посевная не закончилась, то есть, между, оставили посевную, и, между, приехали сюда, чтобы принять в этом участие. Визит Пененской делегации на Петербургский тракторный завод стороны сочли удачным. Живой диалог помог найти точки соприкосновения, узнать то, о чем не всегда пишут в буклетах и информационных справочниках. Вполне возможно, что еще одним результатом этой поездки станет увеличение числа новых, модернизированных кировцев на пензенских полях.